МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известная украинская ведущая Жанна Бодоева и ее друг Андрей Педняков очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Шанна перед каждым путешествием бросают монету. И каждый раз все решает Орел или Решка. Ты можешь монетку просить? Давай. Как раз потом прилетим, и все же будет понятно уже, да? Ой, хоть развлекусь. Орел. Орел. Где рюзак? Здесь. Тяжелый? Нет, я все забрала. Самый тяжелый, он пустой. Тем не легко. Вместе. Батуми – это грузинский курорт на берегу Черного моря. Здесь живет всего 150 тысяч населения. Но в год приезжает миллион туристов. Ох, помню я наш первый визит с Аланом в Грузию. Тогда в Тбилиси мы надолго задержались. Это знакомый мирон. Ох, помню. От Батуми я жду не меньшего. От Батуми я жду. Хрена себе. Ну пока. Удачи тебе. Береги себя. Я в шоке. Автомобиль к трапу самолета. Так встречают только арабских шейхов, звезд и политиков мирового масштаба. Ох, золотая карта, о которой все говорят. Вот это настоящая встреча по-грузински. Я поехала. В Батуми много солнца и ароматного морского воздуха. В общем, кабриолет – это то, что надо. Подумаешь, кабриолет. Тут до центра всего лишь 10 минут на автобусе. Билет на автобус от аэропорта стоит всего 70 грузинских копеек, которые здесь зовут Т-3. Что знает обычный человек о Батуми? Да ничего. Какой-то там город на берегу Черного моря. А вот старшее поколение наверняка помнит Батуми по фильму «Любовь и голуби», съемки которого проходили именно здесь. Вообще, в советское время это был знаменитый курорт. Все ехали отдыхать в Сочи, Ялту, Сухуми и Батуми. Только вот сейчас из всех этих городов Батуми, наверное, меньше всего похож на советский курорт. Дело в том, что грузинское правительство объявило Батуми национальным проектом. Сюда вкладывают гигантские деньги. Цель – сделать Батуми лучшим курортом на Черном море. Поэтому за несколько лет Батуми довольно сильно изменился. Построены роскошные отели, новые площади, отреставрирован весь центр. Для этого приглашались архитекторы со всего мира. А еще в ближайшие годы даже обещают суперсовременный стадион лучше на Кавказе. Океанариум в форме морской гальки и самый высокий небоскреб на всем Черноморском побережье. Ну а самый, наверное, интересный проект – это проект так называемой «Азбучной башни». На ней будут высечены все 33 буквы грузинского алфавита. Башня станет своего рода ДНК – генетическим кодом грузинского народа. В башне разместятся телестудии, обсерватории, кафе. А на верхушке будет сооружен вращающийся ресторан, который будет совершать один оборот в течение 60 минут. Любой человек, который когда-нибудь был студентом и ездил на море со 100 долларами, знает, что в курортных городах летом практически все сдают жилье. Я надеюсь, что мне тоже какая-нибудь бабушка сдаст квартиру по дешевке. А где еще искать таких бабушек, как мне в старом Батуме? Туда я и отправился. Сдают кто-то здесь комнаты? Не знаю. Скажите, пожалуйста, а где здесь можно комнату снять? Сдают кто-то здесь комнаты? Скажите, пожалуйста, а комнату где можно снять? Вам надо в гостинице. Да, гостиница дорого. А это комнату в каком-то доме, может, в квартире. Я из Украины. Я порядочный. Оказалось, что мой новый знакомый Гиви служил в Полтаве. И его даже не пришлось уговаривать. Гиви моментально отыскал одного из своих соседей по улице, который согласился сдать мне комнату на ночь. Комнатку такую маленькую, чтобы поспать. Один. Где один? Один ты сам. Пойдемте. Ко мне домой. Благодарность кому? Всего через пять минут после знакомства с Гиви у меня уже был ночлег. И передо мной стояла чашка горячего, ароматного, крепкого кофе. За 20 лари мне досталась большая комната с балконом. В комнате целых три кровати, немного мебели и очень много советского хрусталя. В комнате я буду жить один, никого поселять мне не будут. Завтрак не включен. Удобство на этаже. Вода в удобствах, по словам хозяев, бывает без перебоев. Ну что ж, балкон зачетный, а вот завтрак, вернее его отсутствие, это плохо. Я решила, что не стану останавливаться в одном из отелей мировых сетей. Широтони там или Рэдисоне. Нет, денег у меня больше, чем предостаточно. Но раз уж я в Грузии, поселюсь именно в грузинской пятизвездочной гостинице. Габарджева, я хотела бы самый большой, самый дорогой, самый красивый номер. У меня есть антипилет, не станет, но я могу вам предложить пример, который стоит в день 1400 долларов. Скажи. Ой, мне прекрасно, мне отлично. Джорджия Пелес – это первый грузинский пятизвездочный отель. В номере где-то тут по соседству со мной любит останавливаться известный футболист Каха Каладзе. Сюда также приезжает экс-президент Украины Виктор Ющенко и еще много всяких известных личностей. Ну, теперь я. Боже, класс! Какой класс! У меня нет слов. Господи, вот это номер! Полностью. Залит в солнце. Какой он огромный! Гостиная, ванная, спальня с кроватью, похожий на мягкий аэродром, большая терраса, чтобы любоваться закатом. Слушай, ну она такая огромная! А, так это же моя спальня! Это сосновый лес, это сумасшедшее небо, это потрясающее море! Если есть счастье, то вот оно есть! Двери. А, двери, я знаю! Это вообще номер, в котором устанавливаются люди шоу-бизнеса, политики. Очень многие известные личности. И если они приезжают с охраны, то вот эти вот как раз двери идут в комнату для охраны. Ну, я же приехала без охраны, правильно? Моя охрана где-то там со ста долларами ходит непонятно где. Не непонятно где, а, между прочим, в старом Батуми. И тут все очень колоритно и душевно. Жизнь старого города в основном протекает на улицах. По дворах ставят столы, устраивают праздники, жарят шашлыки. Тут же занимаются и домашними делами. Стирают белье или прямо на тротуарах сушат овечью шерсть. И все это пропитано крепким ароматом из соседней кофейни. Я проголодался и решил перекусить в ближайшей харчевне. А тут грузины пьют и угощают. В общем, началось, ребята. Здесь написано. Здравствуй, братство. Мне так часто достается золотая карточка, как-то аж неловко себя чувствовать. Хотя бру, очень ловко. Так, срочно надо вещать обратно. Опа, все. Ага. То есть конструктор лего только в хрустале. Очень роскошный номер. Кстати, мне сказали, что мебель вся из Милана, а люстра из венецианского стекла. А я из Кима! Вот что-что, а пить грузины умеют и любят. Интересно, что в Грузии всегда и везде курят. В первую очередь в ресторанах, на улице, в такси и даже в общественном транспорте. Здесь это нечто само собой разумеющееся. Никогда бы не подумал, что стану целоваться с мужчинами. В Грузии просыпается такой дикий аппетит, я не знаю, как у Кинг-Конга. Извините, вы не могли меня привезти в какой-то самый лучший ресторан? Делается. Спасибо. А этот уголок Батуми похож на Афины. Здесь находится самый шикарный ресторан города Акрополис. Что еще нужно человеку золотой карточкой? Часть Древней Греции в Грузии здесь не случайна. Считается, что именно сюда греческие аргонавты плыли за золотым руном. Теперь в память об этом здесь стоит свой Акрополь и подают греческие блюда. В самом дорогом заведении Батуми я заказала себе великолепное вино. Тигровых креветок с кунжутом в медово-ореховом соусе. И салат из нежного телячьего филе в сопровождении цицилийских апельсинов. Вкуснятина. О, свадьба! У нас принято фотографироваться на фоне вечного огня и памятников воину-освободителю. А в Батуми фотографируются на фоне ресторана. В грузинских ресторанах к основному счету добавляют 10%. Но туристы думают, что это чаевые и больше на чай не оставляют. Но на самом деле это налог. Поэтому часто официанты остаются без чаевых. На вот такой вот странной форме, в форме ракушки, здесь, здрасте, на центральном бульваре Батуми, находится главный дворец бракосочетания. Это странное, как для ЗАГСа, здание, спроектировано и построено грузинской архитекторшей, которой всего 25 лет. Но это очень даже в духе грузинской политики – давать дорогу молодым. Кстати, у всех невест в Батуми платье в форме хинкали. Здесь же на набережной сдаются на прокат вот такие веселые велики. Велосипеды выдает специальный автомат. До чего ж техника дошла! Вот. Ну, а сейчас мне нужно найти велосипед с порядком номером 60. 20, 60, 80, а, вот. Только я сел на велосипед и поехал, неизвестно, откуда появился местный полицейский, похожий на американского шерифа. Он мне и объяснил, здесь разрешено кататься только по специальным велосипедным дорожкам, а до них еще нужно дойти. Ну вот, то я жаловался, что я не смогу пройти по такой же рез тяжелым рюкзаком. Вот теперь у меня еще есть и рюкзак, и велосипед. Приморским парком, ну, или бульваром. Батуми называют, собственно, вот эту набережную. Это главная гордость города. Здесь назначают свидания, признаются в любви, гуляют, спят, читают и бегают по утрам. А скоро этот бульвар хотят продлить аж до границы с Турцией, чтобы он стал самым протяженным в Европе. Именно здесь, на этом бульваре, 27 лет назад, снимались сцены знаменитого советского фильма «Любовь и голуби». Кстати, работе как у вас с планом? У нас? Нормально, выполнен. Интересно, что некоторые конструкции сохранились и по сей день. Обычно все приморские развлечения стоят довольно дорого. И не все их могут позволить. Но как же приятно отдыхать с золотой картой. Ой, смотрите, как отдыхает миллионер. Сначала был скутер. Потом банан. Мне очень страшно сейчас, загор. Я же думаю, может... Абсолютно нет страшного ничего. Да-да. Абсолютно. Ай-ай-ай. Ай-ай. Ну так, успокойся. Нормально. Держите вот так. Когда здесь будете парень стоять и скажет, беги, вы два-три шага должны побежать. Беги, беги, беги. Беги, беги, беги. Мама, привет. Конечно, полной неожиданностью для меня было увидеть посреди парка бильярдные столы. Ты можешь спокойно подойти и поиграть себе на бильярде. Но честно могу вам сказать, я не силен в игре на бильярде. Ну а вот теннис, теннисные столы стоят немножко дальше. Я бы сыграл. Из Киева. Из Украины. Мы так и догадались. Чего? Глаз оттенок. Киевский? Украинский. А, украинский. Крутит. Надо же подкручивать. Это Георгий, мой спарринг-партнер. Сейчас мы будем играть настольный. Ну что, Георгий, обыграешь меня? Нет, нет. Во время своего прошлого приезда в Грузию я успела обзавестись друзьями и решила устроить для них грандиозную вечеринку. Арендовала здоровенную яхту почти за тысячу долларов. Еще на тысячу заказала вина и еды. И, конечно же, на моей вечеринке самый лучший диджей. Он стоил еще 500 долларов. Кажется, я пригласила человек семь. Но друзья пришли со своими друзьями. А друзья друзей пригласили всех своих знакомых. Я хочу сказать, что в Грузии считается, что ты очень богатый человек, если у тебя много друзей. Так вот сейчас меня делает миллионершей. Не золотая карточка, а все эти люди, которые пришли сюда. Девушек в Грузии обычно воспитывают очень строго. Они отличаются кроткостью и скромностью. Но на моей свободной вечеринке на яхте посреди моря даже они не могли сдержаться. Батонцы заявляют, что у них самые красивые закаты в мире. Потому что солнце спускается в море прямо по центру. Я забыл о самом главном. Ведь здесь есть море. Вода холоднючая. Но я что, зря приехал? Итак, попытка номер два. Попытка номер два. Ночью на набережной начинает работать комплекс поющих фонтанов. И начинается настоящий салют из миллионов огней. И все это под ритмичную музыку. Кажется, что сам город начинает танцевать. Сами грузины очень гордятся тем, как меняется город. Главный сюрприз, который я приготовила для всех своих друзей, это фейерверк в их честь. А вообще, знаете, в Батуми ничего так. Здесь красиво, на ночных улицах чувствуешь себя безопасно. И в целом в Батуми недорого. Хотелось бы, чтобы у нас в Крыму когда-нибудь тоже было так. Вот это денек, вот это я понимаю. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! А теперь я... В городе Галюши Донеса, Андрей Галюши Донеса. И ее друг Андрей Петняков очень любит путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, А кто будет учиться выживанию, Андрей и Шанна перед каждым путешествием бросают монету. И каждый раз все решает Орел или Решка. Делом Шмидобиса. По-грузински доброе утро. Позавтракать я решил местной народной кухней – хачапури. Хачапури – это что-то вроде пирога с творогом, сыром и яйцом. Я пришел в то место, где они самые вкусные в городе. Я заметил, что во всех грузинских кафе у плиты, а точнее у традиционной аджарской печи, стоят мужчины. Может, поэтому кухня здесь такая особенная? Настоящий аджарс у хачапури должен быть румяным, с хрустящими бортиками, с сухим дном, мягким мятошем. У меня все это есть. Он настолько сыт, наш лед съест нереально. Поэтому, если вы будете в Грузии, можете смело заказывать себе одно хачапури на двоих. Одна из достопримечательностей Батуми, которую стоит посетить – ледовый каток. Даже в самую жаркую погоду здесь лед и можно кататься на коньках. Получилось! Раз, два, три, поворот! Нашла себе достойную группу. Начинаешь. Ну, я такая, отстающая сама. После такого завтрака можно отправляться хоть на край света. А я поеду на самый край Грузии. Я еду в Сарпи на самый чистый пляж для того, чтобы попрыгать со скалы. Сарпи – это небольшой поселок с населением меньше тысячи человек. Расположен он прямо на границе с Турцией. Считается, что именно в этой части курортной Грузии самое чистое море. Многие грузины сами ездят отдыхать в Сарпи и не только из-за моря, а еще потому, что здесь дешевле, чем в Батуми, и меньше людей. Жены, наверное, сейчас валяются где-нибудь на частном пляжке, и мулаты делают массаж, и я здесь вот, в Сарпи. Но зато у меня самый чистый пляж. Так, все, купаться, купаться. Сынки, сейчас я вам покажу, как надо прыгать. Да, снизу мне казалось гораздо ниже. Может, ну его, как говорится, не зная броду. Да и вообще, вода холодная, медуз много. Пойду я, наверное, обратно. Да. Давай, путь. Добрый мой. Спасибо тебе. Давай, давай, Джульдар. Прыгаю. Прыгаю. Кстати, старший находится на границе с Турцией. Ну, буквально через 200 метров уже Турция. То есть я могу нырнуть здесь, в Грузии, а вы нырнуть в Турции. Пользуясь случаем, а вернее золотой карточкой, я решила немного прикупиться. Я приехала в магазин молодых грузинских дизайнеров. Идем посмотрим. Я так люблю шопинга. Здесь я заказала персональный показ мод. Ну, чтобы девочки ходили и демонстрировали модели, а я сидела и оценивала. Я собаку съела на моде, и меня сложно удивить. Но несколько вещей с необычными принтами и совершенно оригинальными формами запали мне в душу. Я не любительница меха, но мне так нравится все вот это. И стоит всего лишь тысячу долларов. В общем, я не удержалась и купила накидку за 140 долларов, меховой жилет за тысячу, ну и платье за 200. Мне очень понравился магазин, где продается одежда молодых грузинских дизайнеров. Оказывается, не только наши украинские, которые есть шикарные мои любимые, но и грузинские с очень интересными новыми идеями. И поэтому парочку я себе прикупила, и теперь буду носить на нашей украинской земле. Ого! Ого! У людей, рожденных в Советском Союзе, на генетическом уровне заложена программа пребывания на стандартном курорте. Принять солнечные ванны, сходить на процедуры и съездить на экскурсию в ботанический сад. Шесть лави стоят. Ну, такие большие деньги. Говорят, тут растут тысячи видов растений со всего мира. Это похоже на киви. Может, это просто волосатый камень? Ну, это киви. Честно говоря, это дерево я вижу впервые. Оно называется трахикаптофорчина. Сокращенно просто трахи. Ну, а сейчас я присутствую возле уникального растения, которое действительно очень любил Александр Второй. Это османтус разнолистный. Османтус разнолистный размножается спорами. Спорами касательно, нужна ли украинская демократия или не нужна. И вот когда происходят вот эти споры, османник разнолистный размножается. Только что я стоял, всего лишь был один османник разнолистный, а сейчас их уже два. Спасибо. Дорогие друзья, вы помните про наши деньги, которые мы для вас оставляем в Батумане? Я напоминаю, что в каждом городе мы оставляем бутылку, в которой хранится 100 долларов. Если вы ее найдете, снимите этот процесс на видео и отправьте к нам на программу. И мы обязательно покажем это в эфире. Итак, координаты клада. Город Батуми, улица Мемет Абашидзе, бутылка со 100 долларами спрятана в углублении, в цоколе дома номер 18. Как раз за памятником мальчику с виноградом в руках. Сто лет назад ботаник Краснов привез сюда уникальные растения и деревья. Он организовал здесь, на склонах Кавказа, этот замечательный ботанический сад. Многие из деревьев и растений занесены в Красную книгу. Такую подводку я искал, если бы работал на Дискавере. А так я Жанне просто нарву каких-то цветов. Открою вам тайну. Жанка классная. Она всегда мне очень нравилась. Только... Смотри, чтобы никого не было. Если кто-то увидит, это же капец. На этом есть штраф. В смысле что? Да, вы сейчас мне дадите ваш паспорт, пожалуйста. Я вам выпишу. Так я не рвал, но я просто вот здесь они лежали. Я же их не рвал. Я взял, они лежали там. Вот один внизу. Я не рвал, они реально внизу лежали. Я не рвал. А сколько штраф стоит? Один цветочек стоит 40 лад штраф. Мы же, ну, может, мы не будем, не знаю, для телеки с нами. Для Украины. У вас туристов будет много, если мы жили. Ну, вы когда заплатите эту штраф, тогда уже... Я могу вам дать деньги. Я могу дать... С этим паспортом вы получите чек с этим паспортом. Меня Андрей зовут. Мы снимаем программу о путешествиях для Украины. Снимаете у нас с этим паспортом? Так никто не увидел. Никто ж нас не видел. Я не могу... Все видели. Все видели. Ну, только видели вы и все. Мы же можем это сейчас запрятать и все. Не, не, не. Это нужно, чтобы меня. Вот, где будет все порядок. Мне паспорт нужен. Я не смогу никуда ходить без паспорта. Один цветочек стоит 40 лар. Пойдет заплатит в банке. Чек принесет и унесет паспорт. Обычно в нашей программе принято рассказывать про город, в который мы приехали. Но здесь я, откровенно сказать, расслабилась и решила просто наслаждаться жизнью. К счастью, золотая карточка это позволяет. И я просто отдохнула в сласть. От Батуми ожидаешь очевидного. Ну, постсоветский город. Ну, привычное Черное море. Но стоит сюда только приехать, чтобы понять. Батуми рождается заново. Это город, в котором не устаешь пить. Есть вино, есть хачапури, общаться с друзьями и смотреть на закаты. Батуми не очень дорогой город. Проживание обошлось мне в 12 долларов. Скромно, но душевно. Вся еда еще баксов 25. Еще баксов 15 ушло на дорогу в великой экскурсии. Ну, вот как бы и все, если не считать 73 доллара штрафа за три цветочка, сорванных в ботсаду. Не повезло, конечно. Ничего не поделаешь. Чтобы забрать в полиции свой паспорт, пришлось занимать деньги у Жаны. В Батуми я отдохнула от души. 7 тысяч долларов с хвостиком. Больше всего, и ничуть об этом не жалею, я потратила на праздник с друзьями, на яхте и фейерверк. Примерно 2800 долларов. Чуть меньше, 2500, заплатила за премьерский номер люкс в отеле. И третьей заметной тратой был шоппинг в бутике грузинских дизайнеров. Примерно 1500 долларов. На питание в лучших ресторанах Батуми ушло почти 250 долларов. На такси и развлечения еще по 100. Ух, великолепно! О, жабы так бросают жабы. Давай. Привет. Привет, Андрюха. У меня у тебя подарок есть. Это штраф. У меня забрали паспорт, нужно срочно его забирать. В общем, не весело. А я при чем здесь? Ну, у меня денег нет. У тебя золотая карта, пожалуйста. Если я его не заберу, мы не улетим, Жан. А за что это? Что ты сделал? Не спрашивай, честно. Честно, лучше не спрашивай, лучше. Пойдем, я тебе сейчас все объясню. Видишь, вот здесь 120. Запомнили эту цифру. Нам сейчас нужно в ближайший банк. Я не знаю, где мы это будем делать. Банки работают 24 часа. А, нормально, мы уже успеем. Мы должны обыслить. Продолжение следует...